В кинотеатре «Товарищ» проходит отчетно-выборная конференция Белой Руси. Новый управленец, пожалуй, главная тема. Уже на протяжении 15 лет ее возглавляет Владимир Вяткин. Но молодых и перспективных в рядах организаций с каждым годом становится больше. Единогласным решением делегатов председателем избирают Татьяну Зайцеву, директора Дворца искусств. Благодарю за то, что сегодня меня поддержали, за то, что выразили надежду и, ну, наверное, выразили доверие к моей кандидатуре. И постараюсь ожидания оправдать. Владимир Вяткин, в свою очередь, и дальше продолжит трудиться на благо родной организации. Его заслуги ценит и руководство города. Слова благодарности и признательности лично от Александра Студнева. Крепкого вам здоровья, благополучия и сигналом, говорю, прилюдно для всех. Моя дверь никогда не будет сошвызаться в любое удобное для вас время. Поэтому, уважаемые друзья, я думаю, что эти аплодисменты заслуживают уважаемый человек. Подобные конференции прошли в районных организациях. В составе 1-го майской 37 первичек. Здесь также новый председатель Юлия Коваленко. Человек, изнутри знающий суть работы и вопросы, которые требуют разрешения. Определим новые задачи на предстоящий год, на 23-й год в том числе. Поставим перед собой цели по усилению работы в социальных сетях. В Ленинской районной организации также подвели итоги работы за 3 года. Число первичек увеличилось до 65. Они насчитывают больше полутора тысяч человек. Что касаемо кресла председателя, то на этот пост единогласным решением перезбирают Ирину Русакович. Мы на этой конференции приняли решение о создании молодежного крыла. Молодежь – это наше будущее. Нам хочется, чтобы как можно больше в наших рядах было молодых, прогрессивных, умных, счастливых людей. Тех, которые смогут нашу организацию сделать еще более яркой. Беларусь – самое представительное республиканское объединение. В его составе без малого 200 тысяч человек. Политики, ученые, бизнесмены, общественные деятели. Граждане, которые неравнодушны к судьбе своей страны. Максим Кембель, Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.